Мелкую строчку, маленькую сумму мало кто замечает, если все каналы показывают как надо. Пока люди обзванивали все инстанции, обращались на телевидение в поиске пропавшего из коллективных антенн города сигнала, с них продолжали и продолжают собирать деньги. Распутать эту историю взялась прокуратура и вроде бы даже назвала, кто и что нарушал. Вот только населению от этого пока легче не стало. Что изменится после прокурорской проверки и изменится ли? После того, как в городе массово начал пропадать сигнал коллективных антенн, люди разбились на два лагеря. Первые терпели, писали жалобы и боролись за то, чего лишились. Другие подключали платное, кабельное, спутниковое телевидение. Однако и те, и другие продолжают платить за обслуживание сетей коллективного приема, так как сейчас отказаться от этого практически невозможно. Говорят, сходил, они говорят, чтобы оплату сняли за это, за пользование антенной. Они сказали, нужно обращаться опять в мэрию туда. Туда сходил, подал заявление, там бланки у них специальные есть вроде, все. Заполнили, оставили. Это было, вот уже два месяца прошло, не сняли оплату. Семьи Сидоровых продолжают начислять за обслуживание коллективных сетей приема сигнала, хотя они ими фактически не пользуются уже два месяца. Заявление приняли в Центре информационных технологий, но дальше тишина. Тот самый Центр информационных технологий, который этим летом взялся наводить порядок с общедоступным телевидением, вообще считает, что за это должны платить все, независимо от того, сколько каналов у них есть. А писать заявление бесполезно, это вообще не их обязанности, а управляющих компаний или кого-то еще. Они заняты другим спором с паровайдером МТС, который уже привлек внимание прокуратуры. Цитаты из сообщения на сайте прокуратуры. Центр информационных технологий незаконно заключил с городским расчетным центром агентский договор на обслуживание коллективных телевизионных антенн радиотрансляционных точек, поскольку собственником этих сетей является МТС. По результатам проверки внесены представления об устранении нарушений жилищного законодательства в адрес ГРЦ, Центра информационных технологий и МТС. Цит продолжает разбираться с прокуратурой и настаивает на том, что эти сети не могут принадлежать частной компании. ГРЦ и вовсе не собирается исключать оплату за обслуживание коллективных антенн, несмотря на требования прокуратуры, о чем сообщили наши коллеги из челны ЛТД. Только в пресс-службе МТС пояснили, что компания удовлетворена проверкой. Просто теперь работать будут напрямую с собственниками квартир. Прокуратура признала незаконным неплатой за обслуживание сроки от швейного телевизионного права, а включение этой сроки в единую платежку. Услуга должна оплачиваться отдельной протяженностью. Подобная практика, выставляющаяся с напрямую жилищами, она уже успешно используется в Нижнекамске и Альмитике. Буквально в ноябре житель новоженщинок получит первую пританцию. Представитель МТС также пояснила, что с отключением проблем не возникнет. Тем, кому эта услуга не нужна, должны обратиться в офис компании. Егор Орлов, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.